Привет! Думаю, название ролика ты уже прочел и в курсе, о чем пойдет речь. Я, конечно, могу сделать подводку, но про дефицит за последний год не рассказал только ленивый. Нам тут обещали, что скоро все наладится и даже цены немного начали падать, но назвать их доступными у меня язык не повернется. Мы уже выпускали ролик про встройки от AMD, и если делать сборку с нуля, лучшим вариантом будет как раз гибридное решение от красных. Но если нужна именно дискретная видеокарта, то выбор невелик. Именно поэтому сегодня поговорим о том, каково это жить с GT 1030 в наше время. Да, мог ли я подумать, что буду рассказывать о 1030 в 2021 году? Если тема интересна, поддержи видео лайком и напиши в комментариях, какую карту протестировать следующей. Ну, а я приступаю к делу. Приятного просмотра. Начну с того, что 1030 поддерживает 4К-разрешение даже при одновременном выводе на два монитора и без проблем воспроизводит потоковое 4К-видео. Знаю, что для некоторых именно это является решающим фактором. Вкратце про тестовый стенд. В качестве подопытного выступила Asus GT 1030 2 гигабайта BRK. Материнская плата Asus TUF B450M Pro Gaming. Процессор AMD Ryzen 5 5600X с 6 ядрами и 12 потоками. 32 гигабайта оперативной памяти четырьмя планками Crucial Ballistics, работающая на частоте 3800 МГц при 16 таймингах. Запускалось всё с SSD накопителя HP X900, питал сборку Deepcool DN550. Небольшая ремарка, я и забыл какая 1030 малютка. Вот для сравнения она и рядом моя GTX 1080, которую тоже пора бы заменить на какой-то RTX. Но размер 1030 позволяет поставить её в ультракомпактную сборку. Тем более, что в комплекте идёт маленький плейт специально для этих нужд. Закроем вопрос с работой в Adobe Premiere. Там важнее процессор. Если он мощный, всё будет хорошо даже в связке с 1030. Единственное что, используйте прокси, чтобы уменьшить нагрузку. Например, тут уже покрашенный ролик и, как можно заметить, проигрывается всё нормально. Перейдём к играм. Скажу сразу, в большинство современных тайтлов сыграть не выйдет, но вот некоторые проекты запускаются довольно неплохо. CS GO. При Full HD разрешении и минимальных настройках играется бодро. От 60 до 90 кадров. Dota 2. Full HD и минимальные настройки в среднем 225 с 1,01% в районе 70. Вполне можно повышать графику и тащить катки. World of Tanks тоже радует оптимизацией. В Full HD минимальные настройки больше 300 FPS. Микрофрезы случаются, но они совсем не критичны. Тут тоже можно повышать качество картинки. А вот в Fortnite Full HD играбелен, но с оговоркой. Средний FPS 50, но проскакивают микрофрезы, которые мешают прицельной стрельбе. Опустив разрешение к 900P мы не сильно проигрываем в качестве, но геймплей становится более предсказуемым. Тут уже 90 кадров в среднем и в районе 60 по 1,01%. Удивил контрол. При минимальных настройках и разрешении 720P получаем 45 кадров и 38 по редким событиям. Days Gone, также HD разрешение, 40 кадров по среднему значению и около 30 по 1,01%. Проблемы могут наступить только в сражении с Ордой, но пройти игру можно, что я и рекомендую сделать, лично мне очень понравилось. Тут начинается боль, дальше будет 720P и минимальные настройки. Assassin's Creed Valhalla. При рендере в 50% средний FPS 25 и может просаживаться ниже. Даже с такими ужасными настройками неиграбельно. Cyberpunk. Тут ситуация еще хуже. В среднем от 10 до 16 FPS. Также неиграбельно. Death Stranding. При достаточно неплохой оптимизации средний FPS в районе 20. Честно, думал будет больше, но нет. Metro Exodus тоже неиграбелен. 10 FPS в среднем. Resident Evil Village. Тут прыжки от 10 до 20 кадров. Red Dead Redemption 2. В городе наблюдаем 17 кадров. В не самых сложных локациях бывает и 30, но все равно поиграть с удовольствием не выйдет. Вспоминаем производительность настройки от AMD и еще раз убеждаемся в том, что при сборке с нуля или при наличии материнской платы с AM4 сокетом лучше пересидеть на гибридных решениях от красных. Кому же 1030 может подойти? Владельцам старых сборок или систем на Intel, которым нужны многопользовательские онлайн игры или работа с несложными задачами. В конце концов, не каждому интересны AAA проекты. Более того, кибердисциплины в перспективе могут стать средством для заработка, а GT 1030 позволяет их осваивать. Что ж, вот такой ролик сегодня получился. Если было интересно, подписывайся. Спасибо за лайки и комментарии и жду предложений по следующим видосам. Я же желаю тебе удачи и до встречи в следующих роликах на канале Elmer. Меня зовут Приболевший Серж. Пока.